Прикаспийский регион с его энергетическими богатствами, транспортным потенциалом и геополитическими возможностями, понятно, вызывает интерес у Китая уже давно. Но с приходом к власти новой генерации китайских руководителей транспортная стратегия Китая в регионе получила новый импульс. Так, в ходе своего турне по Центральной Азии новый председатель КНР Си Цзиньпин, предложив масштабный региональный проект «Экономический коридор шелкового пути», обозначил тем самым новую фазу активности создания сухопутных транспортных проектов, в которых Прикаспийский регион занимает ключевое значение. В этом смысле «Экономический коридор шелкового пути» является комплексной программой транспортной стратегии Китая, целями которой является решение ряда задач для Поднебесной. Во-первых, это создание налаженной логистической инфраструктуры для транспортировки энергоресурсов Каспия в Китай. Второе, это создание транспортного коридора для экспорта китайских товаров в Европу. Третье, создание сухопутного моста с Ираном, как одним из крупнейших энергетических партнеров Китая, для диверсификации маршрутов получения энергоресурсов. Собственно, укрепление своих позиций в регионе и диверсификации сухопутных маршрутов в Европу, то есть создание альтернативных российскому путей сообщения по суше. Здесь важно пояснить, что инвестиционная активность Китая в Прикаспийском регионе объясняется, на мой взгляд, в первую очередь геополитическими причинами, где для достижения геополитических целей используется самый сильный козырь Китая, это его экономические возможности. Данная диверсификация путей доставки энергоресурсов необходима Китаю в силу известных проблем нестабильности Малакского пролива, периодических вспышек международных скандалов с Японией, имеющихся напряженности с Тайванием, а также мощью флота своего геополитического конкурента Соединенных Штатов Америки. Развитие новых маршрутов внесет существенные коррективы в экономическую структуру региона и всего континента. В соответствии, даже можно сказать, что это позволит создать новый экономический базис, который может изменить систему регионального равновесия.